Практики будущего Известным архитектором, со-владельцем архитектурного бюро «Утро» Ольгой Ракаль и программным директором онлайн-школы практики будущего Александром Чекуровым. Ольга, скажите, пожалуйста, давайте начнем с того, что всех волнует. В последние годы Москва и многие другие города сделали ставку на общественные пространства. Сейчас эти общественные пространства затянуты кипрной лентой, сигнальной лентой, красно-белой. Скажите, пожалуйста, как вы видите, как в этом году и дальше будут выглядеть, будут развиваться общественные пространства в городах России? Ну, собственно говоря, несмотря на такую невероятную кинематографическую разворот на карантин, эпидемию, пандемию и все вот это вот, мы уже совершили второй демографический переход, мы уже совершили переход от индустриального до постиндустриального общества. И, собственно говоря, от нашего освобождения свободного, ну, как сказать, у нас больше свободного времени, мы гораздо меньше работаем, чем 100 лет назад и 50 лет назад, или, собственно говоря, и города, то есть вот эта вот сфера культурного досуга и вообще какого-то досуга, и мы живем теперь дольше, и нам надо где-то проводить это самое время нашей жизни, поэтому общественные пространства никуда не денутся. Собственно говоря, это такая тенденция, которая начала разворачиваться, там, начиная, примерно в 70-х, в конце 60-х годов в Америке, ну, то есть есть как бы классические там площади и все пространства европейские в городах, но вот эта история про ценность парков, каких-то мест, их программирование, это тенденция последних десятилетий, которая только усиливается. Ну, может быть, нам перед входом в парк поставят там рамки с температурой и на елке повесить рядом с кормушками санитайзеры. Ну, не знаю, в остальном, как появились же урны, а не было урн 100 лет назад в лесах. Какие, с вашей точки зрения, вот стоили это признакам хорошего общественного пространства? Да, собственно говоря, это известно, есть очень много самых разных диаграмм, из чего они состоят, более-менее не все об одном, это безопасность, программа, идентичность, комфорт, по-моему, был еще дизайн. Я помню, была такая из 5 глав идеального пространства в свое время, еще начально на заре стрелки там ее как манифестом вывешивали. В принципе, с этого ничего особо не поменялось. То есть мы должны понимать, ну, то есть самое главное, что общественное пространство должно быть это у общества. То есть это пользователи, которым всем удобно, есть чем заняться, и они в этом пространстве находятся в паритете. Ваше любимое какое? Ой. Так как я сейчас сижу на 17 этаже и смотрю на лес, это та самая локация, куда мне хочется просто оголцело ворваться. Но мне очень нравится пространство. Я живу на окраине Москвы, и мне жутко импонирует пространство Большой Поляны, которое есть у меня в районе, где вот тот самый паритет показан. То есть можно было бы сделать фотографии и просто референсы вставлять, потому что в классные дни, когда, в те далекие дни, когда можно было, вот здесь все были рукопожатными. Вот это не было фигурой речи. Там всегда была вот эта картина с нежными и шашлычниками, и спортсменами, и собачниками. Все запускали каких-то змеев воздушных. Это было просто такое еле на сердце для архитектурного глаза, занимающегося самыми пространствами, и гуманистической наклонности сочувствующим антропологам, а вот и культурным антропологам. Эти практики мне очень нравились. А так я, на самом деле, вполне себе городской житель, люблю променады по центру, через все-все на свете, и, не знаю, попротись вдоль Крымской, зайти зацепить кофеёк. Ничто городской обвине, ничего заберет. Пока мы не расплакались. Александр, расскажите, пожалуйста, про концепцию онлайн-школы, которая вы сейчас затеваете с Ольгой Ракаль. Базовая история про эту онлайн-школу заключается в том, что мы предлагаем командам, которые рискнут принять участие в нашем безумном достаточном мероприятии, проектировать образы поселений будущего, архитектурные среды, урбанистические среды, сценариев поведения людей в этих новых пространствах. И ровно за эту часть отвечает Ольга Ракаль. Но помимо этого элемента программы, у нас обязательно будет ключевой элемент программы – это анализ ситуации, где мы будем вообще разбираться, что такое поселение. Будем разбираться в технологических трендах, которые некоторым образом позволят нам принципиально по-новому посмотреть на уклад жизни людей и принципиально по-новому спроектировать какие-то социально-антропологические отношения внутри поселений. То есть мы пытаемся разбираться вообще в том, как люди будут жить там, условно говоря, через 50 лет. Поскольку ключевая аудитория, которую мы зовем на эту школу – это школьники 8-11 класса, а также мы будем рады студенческим командам на самом деле. Как раз мы проектируем то самое поселение, в котором эти люди будут уже жить по итогам своего трудового подвига. Вот они, собственно, будут жить, чтобы потом уже пожить в том месте, о котором ты так мечтал в свои 16 лет. Это, если, наверное, коротко. Ольга, расскажите, какие тренды, вот сейчас только начали пробиваться, как трава, и какие тренды вы будете в первую очередь обсуждать, и что, скорее всего, прорастет, сохранится, бурно заколосится через 50 лет. Я, честно говоря, вот для меня слово поселение звучит ужасно. Мне кажется, что меня сошлют в далекую деревню Брянской области, и я должна буду там при помощи велосипеда добывать электричество. Я обожаю мегаполисы. Покойтесь, у нас большой, будет еще все больше урбанизироваться. Так, города станут больше. В Брянскую область возьмут не всех. Да, разрастаются, то есть вот эта история про увеличение агломерации и про соединение возникновения страны гибридных. Ну, то есть, первый у нас был один такой, да, в Лос-Анджелес, который разрастается, разрастается, пугать выбор Сан-Франциско. Ну, Москва, в которой мы, собственно говоря, сейчас находимся. Я. Я, насколько я и Волга, тоже. Кто как? Кто как? Скоро захватит. Через 50 лет присоединит к себе Брянск. Вот. И будет сверхновой Москвой. Знаешь? Взрыв сверхновой. Ну, собственно говоря, вот история про увеличение урбанизации, который, это тот тренд, который идет и никуда она особо деваться не собирается. В Силюзии перемещаются города, города становятся плотнее и больше. Но, надеюсь, никакой мультезианской трагедии из этого не случится. То есть, всем нам хватит квадратных метров, на самом деле. И человечество не будет множиться невероятно, потому что спасибо второму демографическому переходу. Ну, тут, на самом деле, тренд в городах. Ну, вот про рекреации досуг, да, про то, что мы меняем сферу, как сказать, сферу деятельности, то, что экономика становится более креативной, или, точнее, креативным индустрием, и в заводах производство становится меньше, заводы будут более роботизированы. Ну, наверное, вы про это больше знаете, как люди, которые занимаются, в том числе, трендами именно технологическими. Ну, в общем-то, да, рекреационные зоны, насколько я понимаю, они будут только увеличиваться. Да, и еще очень большой тренд на включенность. Как раз то, как общество реагирует, то есть, все хотят во всем участвовать, все хотят быть услышанными. То есть, мы последние сто лет, мы жили в такой, это называется, модернистской парадигме. Она тоже была продиктована, связана с индустриальным обществом. Да, всем казалось, что города — это тоже такие большие заводы, и есть определенные законы, по которым можно выстраиваться. От этого, действительно, в 20 веке было понастроено достаточно много городов, в том числе, например, там, столицы больших стран, как Бразилия, или, там, Чендигарх. Но все это оказалось так себе. То есть, наберные челны, я не стала в Венеции, и даже Петербург не совсем в Венеции, и тоже город не сам гуманистичный с точки зрения, там, не знаю, климата, среды. И, в общем-то, это я к чему? Это я к тому, что оказалось, что у тебя есть какое-то решение, тебе его спустят снизу, и есть какие-то люди, которые знают, как лучше. Но, как показывает практика, что вообще человек сам знает, как ему лучше, и он будет искать каналы и это высказывать. Или какие-то места, где он может это высказывать. Вот такой вот тренд. Шеринг экономии очень сильно влияет. То есть, конечно, мы сейчас не знаем, кто будет после пандемии, да, и насколько я понимаю, отразится там, например, на кошельнике. Но все равно, я думаю, что тут вот тренд экологичности логичности, осознанности потребения как-то... Сейчас ужасно много начали говорить про дистанционные форматы, ужасно много уже. Я понимаю, что всем, кто смотрит это интервью, на слово дистант более отзывается в сердце. Тем не менее, у меня есть вопрос. Все-таки вот житель вот этого города через 50 лет, скорее всего, он из дома будет выходить. Зачем? И, кстати, как часто? Или, может быть, мы все время будут бегать сотни тысяч каких-то курьеров. Как вы это, ну, сейчас можете смоделировать, представить? Мы можем только посмотреть, собрать большой массив данных и посмотреть тенденции, да, и вот за то, как будет человек вести себя через 50 лет, мы можем как-то предположить, ну, исходя из каких-то там опросов социологии, антропологии и экономики, да, ну, как я понимаю. Причем я не сверхспециалист, но, скорее, здесь какая-то там насмотренность и начитанность. Дистанционная. Ну, мне кажется, это просто все упирается в экономику, то, что может быть экономичнее, то есть, если мне будет дешевле работать из дома, ну, причем это не просто дешевле, то есть, это не линейная логика, я не тратюсь на дорогу, там, не снимаю офис, да, ну, а вот там, не знаю, у меня возникают устойчивые там новые экономические связи и социальные связи, которые потом как-то выливаются в какие-то там, не знаю, экономические влияют на мой экономический статус, вот, прибыль. Может быть так, но я пока, если честно, вот, ну, понятное дело, что самозанятых становится больше, да, и каких-то, то есть, но, мне кажется, это мы еще как общество просто немножко отходим от, тоже от этого вот парадигма плановой экономики, да, и то, что ты должен обязательно работать в какой-то структуре, в том, что ты можешь, как и учиться всю жизнь и взаимодействовать с очень многими, заниматься такой гибридной деятельностью. Мне кажется, вообще-то это вот такая гибридность и смешение всего со всем, это такая, вот за этим какое-то будущее. То есть нет единой экспертности, нет единого какого-то такой, знаете, как это монополия, как одной занятости, одной темы. Хотя, может быть, не знаю, есть такие профессии, как врач. В общем, скажу я вам честно, придумать город будущего очень-очень-очень непросто, потому что ты все время натыкаешься на то, что что бы ты ни придумал, как бы это уже не то, чтобы где-то было. Оно мало того, что было, оно еще и как бы вообще уже к тебе-то не имеет никакого отношения. То есть ты, когда, понимаешь, поселение будущего в Google, у тебя вываливается либо небоскребы Шанхая, небоскребы, усыпанные сверху скандинавскими кустами. Ну, мне ничто тебе так не говорит о прошлом, да, как, например, район Дефанс в Париже или в Москва-Сити, который, ну, тоже как бы, окей, небоскреб, очень устаревшая модель формы жизни, не очень устойчивая. И мне тоже... Слушай, ну, первые небоскребы еще были когда? Чикагская школа, Салливан, это был конец, ну, примерно там, вторая половина девятнадцатого века, когда появился металлокаркас, когда его стали клепать. Вот и пригодилось мне это знание из истории архитектуры. Пятнадцать, сколько там лет? Лет пятнадцать. Наконец-то, этот день настал. Вот оно, да. Ну, вот мой самый любимый, на самом деле, пример по технологии будущего, как выглядят города будущего. Саша абсолютно прав, говоря, что когда ты набираешь, это, конечно, такое, вот эти все, как самолеты бороздят просторы вселенной, или там, пятый элемент, и вот эти все очень навязанные визуальные образы культурные, да, там, по культурой. Но на самом деле сейчас мы саморазвивающийся экологичный вид транспорта, мы пользуемся, да, который был запретен в девятнадцатом веке, друзья. Велосипед был запретен в девятнадцатом веке. Ну, как бы, вот, 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 что, мне кажется, надо держать в своей голове, когда мы говорим, а как же будут жить люди через пятьдесят лет? Понятное дело, что когда ты смотришь какие-то такие рендеры, там еще обязательно есть человек, который на гироскутере едет. Ну, тут, как бы, такая же история, что на самом деле в свое время человечество же выбирало, по какому пути они пойдут в логике, там, например, автомобиль или строение. И, то есть, как бы, двигатель внутреннего сгорания, там, в начале двадцатого века победил, да, но сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию, не то, чтобы, кстати, электричество в начале двадцатого века не избрели. Просто интересным образом меняется сознание человека, и ценностная парадигма у него тоже меняется. То есть, как бы, ну, слава богу, кажется, человечеству и правда надоело сжечь углерод. Вот, ну, блин, наконец-то. Как бы, мы, видимо, должны были просто начать окончательно, как бы, сидеть все вместо, как бы, прекрасной зеленой планеты, там, на атомной бомбе, чтобы, как бы, все такие, что-то страшно, мы же все умрем. И такие, может, в розетку будем Теслу втыкать, как-либо? И все такие, ну, давайте Теслу в розетку, и все. У меня еще вопрос, который многих и многих мучает. Вот, значит, мы все понимаем, вообще-то, что архитектура это, ну, такая, ну, профессиональная область. То есть, вообще-то дело-то про жизнь людей идет. Человек должен, чтобы что-то спроектировать нормальное, знать ГОСТ и учиться много лет. Что могут сделать школьники в области архитектуры, урбанистики и новых поселений? Я просто подумала, что насколько мое, ну, образование в институте мне пригодилось по жизни. Ну, в принципе, с такой ортогональной проекцией я знала и так. Нет, наверное, сопромат. Вот, наверное, знание по теории, теории архитектуры мне пригодилось сейчас в нашем вспомнить про саливанное и металлические каркасы. Но, на самом деле, архитектура — это очень, очень, как сказать, очень большая логос, у которой есть очень много, не знаю, даже не разных компетенций. Главное — это насмотренность, любопытность и критическое мышление. В принципе, в любом виде деятельности. И это то, что нам интересно наших участников. Да, у них все равно есть мнение, у них есть какое-то критическое мышление, у них есть уже какая-то минимальная насмотренность, а еще больше мы хотим чего-то показать. Но все равно нам очень интересно, как они делают выводы из того, кто не видит вокруг. Потому что, на самом-то деле, мне кажется, главное, как сейчас разворачивается архитектурная практика, это, ну, опять же, гуманизация. И все мы стараемся смотреть. С одной стороны, у нас есть очень большой технологический рывок. Мы теперь, то есть, не знаю, в середине 20-го века только Сергейская опера рассчитывалась на огромном ЭВМ. Только этот проект и АРУП, который был конструктором Сергейской оперы, он был так счастлив, что она появилась. И у них, по-моему, этот расчет занял всего там полтора года, а не 10 лет, как если бы без него, без этого ЭВМа. Теперь огромная корпорация АРУП, которая занимается расчетом самых невероятных конструкций, и весь этот софт, он доступен для нас. То есть, мы можем рассчитать конструкцию более-менее самых разных сложностей, но занимает это гораздо меньше времени. И это, ну, как бы, это алгоритмические истории. То есть, с одной стороны, нам помогают в каких-то таких вещах алгоритмы, и частью них мы можем поделиться. То есть, теперь тебе не надо, ну, конечно, тоже очень хорошо тренироваться, раскладывать, я поступала аксонометрия, ты раскладываешь на ортогональные проекции. Конечно, полезно и важно, но, в принципе, круто, чтобы представлять здание или какой-то объект, ты можешь воспользоваться скетчапом, автоградом, и у тебя очень много правильности. С другой стороны, мы как раз, в институте нам никто не преподавал, у нас не было ни социологии, ни антропологии, экономика была своеобразной, не про то совсем. И это то, что мы сейчас, у меня очень сильно влияет на жизнь. Ну, то есть, вот, например, там, проектируя микрорайоны и думая, классно было бы, чтобы на первых этажах были какие-то классные кафешки. А с чего они там появятся, эти классные кафешки, если это не столичный город, откуда мы возьмем этот бизнес, а как мы можем, какими инструментами мы там помочь, и ты уже, то есть, не можешь, как бы, отдельно, как конь в вакууме. Зачастую, не знаю, что раньше так было, нет, но мы были, наверное, больше подчинены в начале своей карьеры, в начале 2000-х, там, не знаю, воле девелопера. Чуть-чуть все-таки меняется. Девелопер чуть-чуть все-таки больше сейчас смотрит в сторону пользователя, и пользователь стал более насмотренным. И тогда сказать, ну, так везде. Это я к чему? Это я к тому, что мы научим наших участников каким-то элементарным, с одной стороны, технологическим софтовым навыкам, знаниям, точнее, специальных программ и алгоритмов. А с другой стороны, конечно, хотим их погрузить в эту повестку, чтобы они понимали, насколько, в том числе, архитектурные решения, связанные с тем, что в обществе творится с общественной аргендой и с пользователем. То есть у нас такая, мне кажется, школа будет очень антрокоцентричнее. Вот три качества человека, которые нужны, чтобы участвовать в школе практики будущего, ну, чтобы те, кто нас смотрят, поняли, что эта школа для них или, может быть, совсем не для них. Это взаимное пространство, как бы, узнавание чего-то про себя, чего-то про людей и про то, как вообще устроен мир. Поэтому, что главная причина, и оно же, как бы, точно надо будет, это бесконечное желание познавать мир, себя и пытаться разобраться, как он устроен, и пытаться каким-то образом его осовершенствовать. Ольга, вы много говорите про некоторую насмотренность, про антрокоцентричность в устремлениях участников. Расскажите, пожалуйста, вот как, чем перед школой насмотреться? Ну, пока у нас был тут «Волшебник» принес предыдущий. То есть ту книгу, которую я хотела рассказать, показать, это «Нью-Йорк не себя». Это очень классный разбор «Нью-Йорка» от его истории до как он создавался, почему это так. Она очень классно, очень интересно написана. Это та книга как раз «Редайка» на «Тинрингс» от «Ворк», которая просто такой рубрикатор очень классной профессии, как мне кажется, очень полезной для тех, кто действительно хочет стать архитектором, потому что здесь прям очень удобный метод. А так, ну, мне кажется, как раз хорошо бы не сосредотачиваться на архитектуре, а больше захватывать наук, прообщество или смежных книг. Моя любимая «Понилая», конечно же, это «Голодный город» называется книга, где вся история градостроительства рассмотрена с точки зрения выращивания, потребления, доставки еды. И как раз там про то, как повлияли на развитие городов тот факт, что люди узнали о существовании микробов, как появились рестораны, как Рим завоевал Корпаген, а потом оттуда танкерами первыми, прототанкерами перевозил грузы, товары и вообще, как были придуманы танкеры. Бразилия – очень классный фильм «Антиутопия», который показывает возможные последствия, ну, как бы рисует такое странное градоустройство. И фильм Джармоша «Паттерсон», фильм про городского поэта, которого тоже зовут Паттерсон, как и город, в котором он живет, и он рисует такую приятную повседневность городского жителя. И это очень, она очень пропитана, вот ему так сказать, таким рубанистическим флоу, но не мерзким, неприятным, не ругательным, а тем самым хорошим. И глядя на него, мы понимаем, почему жители деревни бросили свои деревни и стали горожанами. Коллеги, для тех, кто интересуется городами будущего, это, кажется, действительно уникальная возможность. Конец. Продолжение следует...